Таджикистан Представители более 20 стран выступили с осуждением политики, проводимой Китаем в отношении мусульман Восточного Туркестана. Послы этих стран направили соответствующее письмо в Совет ООН по правам человека. Дипломаты просили Совет в Женеве, который в пятницу 12 июля завершает работу своей 41-й сессии, включить данное письмо в список его официальных документов. 22 государства призвали Китай прекратить ужасное обращение с мусульманами в Синьцзяне, сказал Джон Фишер, директор Human Rights Watch в Женеве. Совместное заявление важно не только для населения Синьцзяня, но и для людей во всем мире. Данное письмо было подписано представителями таких стран, как Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Примечательно, что в списке поставивших свои подписи под обращением нет представителей ни одной из мусульманских стран. Более того, такие страны, как Оман, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия и Таджикистан поддержали инициативу России, выступившую в поддержку политики Китая, проводимой в Восточном Туркестане с соответствующим обращением в ООН. В поддержку Китая вместе с РФ выступили представители Венесуэлы, Северной Кореи, Беларусь и представители многих африканских стран – Кубы, Мнянмы и Филиппин. Не прошло и двух недель с момента, когда генпрокурор Таджикистана, выступая в Женеве на 126-й сессии Комитета ООН по правам человека, заверял присутствующих в отсутствии преследований женщин в хиджабе, как 13 июля в социальной сети Facebook один из пользователей под ником Салмон Холиков опубликовал видеоролик с места очередного рейда против исламской формы одежды. На видео запечатлено, как представительницы властей останавливают на улице женщин и девушек в хиджабе. Автор видео подходит к участницам рейда и спрашивает у них, по какой причине и на каком основании они останавливают женщин в платках, на что одна из участниц рейда отвечает ему в резком тоне. Также другой пользователь социальной сети под ником Насимир Ахим опубликовал у себя на странице фото с места, где проходил очередной рейд в столице на улице Нигмата Карабаева. В комментариях к данной публикации он написал о том, как стал свидетелем задержания группы женщин в хиджабах по той же улице Карабаева, которых впоследствии доставили в одно из отделений МВД района Сино. Я не знаю, где вы берете эту информацию и кто вам дает такую информацию. Напомним, что ранее генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в ходе своего выступления в Женеве отметил, что все сообщения о том, что стражи порядка насильно снимают сатры хиджабы женщин, являются ложными. 30-я Конституция Республики Таджикистан гарантирует каждому свободу слова. Родные этапированных 7 июля из города Худжанда в Душанбе заключенных не могут получить информацию о местонахождении своих близких. Об этом сообщает радио Азади. Бибисоч Рахимова сообщила журналистам Азади, что ее сын Субхон Курбонов отбывал наказание в Худжанской колонии. Его там нет. В колонии мне сообщили, что Субхона вместе с большой группой заключенных этапировали в Душанбе, говорит мать заключенного. «Я уже побывала в Худжанде, Душанбе и Бухтаре, поговорила с работниками тюрем в этих городах, однако никаких сведений о том, где и в каком состоянии находится мой сын, получить не удалось», рассказала Бибисоч Рахимова. Бибисоч Рахимова, как и другие родные и близкие этапированных заключенных, начала поиски своего сына после того, как узнала о смерти 14 заключенных в результате отравления. «Я не знаю, жив ли мой сын, найду ли я его. В списках погибших его имя не значится. В Худжанде сказали, что его, живого и здорового, этапировали в Душанбе. В тюрьмах столицы мне заявили, что информация о перевезенных из Худжанда заключенных засекречена. Никто не говорит, жив он или мертв. Нет списка заключенных. Родные не знают, кто в какой тюрьме находится. Показали бы нам списки, сказав, что с нашими родными все в порядке, мы бы успокоились и разошлись по домам», — говорит мать заключенного. У сезона Мир 1 ежедневно собираются родные заключенных, этапированных в Душанбе 7 июля, в надежде что-нибудь разузнать о судьбе своих близких. Это не государственная тайна. Когда осужденного перевозят в другое исправительное учреждение, соответствующие органы обязаны сообщить об этом его родным. После смерти 14 заключенных, родные других отбывающих наказание в колониях опасаются, что несчастье может постучать им в дверь. «Это тяжелый, мучительный и стрессовый удар, от последствий которого не так уж и легко избавиться», — сообщила правозащитница Ойнихол Бобоназарова в разговоре с журналистами. «Имаро айсар пересуд куна. Гоя вайро оварда, бад критик гуфта мундан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова